Этот вопрос всегда задают, я поэтому к нему всегда готовлюсь. Но конкретно от нейтрино практического применения пока нет, конечно. С одной стороны, сейчас даже сложно вообразить, какое может быть практическое применение. С другой стороны, когда, например, в начале, в середине 20 века работали с полупроводниками, считалось, что тоже никакого практического применения от них никогда не будет. Тем не менее, можете представить, какое количество полупроводников в этой комнате, если в каждом телефоне их там несколько миллионов, а полупроводниковых транзисторов. С другой стороны, есть один такой факт, который часто отпускают из виду, что когда речь идет о современной фундаментальной науке, ее основной выход практически, он не в результатах тех исследований, которые были сделаны, он в побочных результатах, которые возникают в процессе этих исследований. Самый простой пример интернет. Его изобрели для военных целей, но впервые, как некоторый публичный ресурс, он был использован именно в экспериментах по физике частиц. И много других таких примеров. То есть, на самом деле, сейчас все государства, развитые страны, с огромным удовольствием вкладывают деньги в именно фундаментальные исследования, потому что эти фундаментальные исследования очень двигают вперед промышленности. Технологии, промышленность, образование, кстати говоря, это очень важная вещь. Сейчас многие уже осознали такой факт, что для того, чтобы обеспечивать качественное образование в технических сферах, высокотехнологических, вам нужно, чтобы этим образованием занимались люди, задействованные в фундаментальной науке, которые находятся на самом переднем крае. Если вы их исключите, то у вас будет уровень образования падать, 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 падать. Потому что всегда, чтобы учить, нужен человек, который знает лучше. Ну и далеко ходить не надо. Вот, пожалуйста, мы занимаемся физикой нейтрино, анализом данных. Вот сейчас к нам приходят люди, которые занимаются разработкой медицинских приборов. И говорят, вот у нас генгельновские панели, вот нам надо делать. А вот вы знаете как? Мы говорим, а мы знаем. Мы начинаем работать вместе, потому что их технология устарела лет на 15-20, а мы знаем, как лучше делать. И это только один пример таких огромное количество. Поэтому вообще хорошо известный факт, что фундаментальные исследования это чуть ли не самое финансово выгодное вложение, какое только можно придумать. Но единственная проблема в том, что результат... Неизвестно когда. Ну, примерно известно когда, лет через 10. Но проблема не в этом. Проблема в том, что деньги получает не тот, кто их вложил. То есть деньги получает общество, выгоду получает общество в целом, а вкладывает тот один. Поэтому на самом деле фундаментальное исследование может быть инвестором только государства. Для частных людей это слишком невыгодно. Это революция, все будет по-другому, если научиться управлять этим процессом. Нитринами? Да, конечно. Нет, ну я пока не могу придумать как. Потому что всякие байки про то, как можно связываться с подводными лодками, это надувательство чистой воды. Для этого надо построить такой реактор, вокруг которого все умрют. Точно. Еще научиться к нему шторку такую делать. Я не знаю, из чего. Ну, в общем, это, конечно, они занимаются, у них вакуумная техника сложная. К ним с огромным удовольствием приходят люди, которые занимаются разработкой насосов, а эта индустрия, они говорят, возьмите бесплатно наши насосы. Вы их поисследуете, вы их поисследуете, вы посмотрите, мы вам все сделаем. Значит, у нас в этом смысле, конечно, хуже. То есть я в свое время, как мы использовали один из детекторов отечественной разработки, я даже написал им отчет. Ну, просто они не просили, мы купили у них, честно, за деньги. А я им написал отчет, потому что у нас было оборудование, на котором можно было померить, которого у них, естественно, нету и даже близко не будет. Но им даже как-то, они через полгода только спохватились, что я им там что-то писал, чтобы в какой-то отчет включить. Так что самосознание нашей промышленности пока до этого не дошло. 11 тысяч специальных фотоумножителей. Это ниже, на самом деле, не 11-й, конечно. А в 17-й там. Вот фотоумножители, они светятся от чего? Они не светятся. Фотоумножитель – это прибор, который преобразует оптический сигнал в электрический ток. Проблема в чем? Вам надо поймать один фотон. Один. Сколько фотонов в свете? Ну, много. Миллион, миллиард. А вам надо померить один. Для этого нужен, причем, вы можете превратить фотон в электрон, но один электрон тоже померить невозможно. Это значит, если у вас, значит, привыкли ток мерить в амперах, от одного электрона ток у вас будет 10 минус, значит, сколько там, 19 ампер. Ну, такие токи никто не умеет, не умеет. Поэтому нужны приборы, которые будут усиливать вот этот вот электронный ток, они называются фотомножители. В данном случае нужны очень специальные фотомножители, потому что они должны обладать определенными характеристиками, видеть в правильном диапазоне света, давать нужный консент усиления. На самом деле, про супер-камиаканды могу рассказать историю. У них случилась авария. Я сейчас не помню, в каком именно году. Вот это вот, когда у них был почти заполнен вот этот весь бак водой, у них лопнул один из фотомножителей. Он так давят к нему подплывал? Не знаю, может, был с дефектом от давления. И оказалось, что от этого фотомножителя пошла ударная волна по этой жидкости. То есть просто у нас хлопок, понятно, все схлопнулось. Пошла ударная волна, и у них, по-моему, 40% фотомножителей от этой ударной волны полопалось. А деньги там астрономические. И работа на монтаж этих фотомножителей очень большая. То есть они вот буквально за несколько секунд потеряли работу на несколько лет. То есть они будут откачиваться? Они слили всю воду, они заменили полностью. У них ушло несколько лет на то, чтобы закупить и обновить, на самом деле, они более новые подстроенные фотомножители, которые уже так легко не лопнут. Но это была огромная работа. Они взяли, например, ловить нейтрино и сделать экологически чистый такой дегенератор энергии. Ну, значит, вы можете гнилить, это просто сколько. Это вот витряк только на нейтрино. Сколько? Вы поймаете две сотни этих стволов. Нет, безусловно, можно, но вам нужна мишень размером солнца. Если у вас есть, пожалуйста, мы сделаем. Пожалуйста, модель нейтрино какая-нибудь есть, компьютерная, да? Конечно. Нет, в смысле, что вы имеете подробнее под компьютерную моделью? Ну, вот кварт я, например, видела. Прямо глазами. Да. Ну, не глаза, а это представляли как раз нашей физики в университете на фестивале науки. То есть они его как-то смоделировали. А вот витрино есть такой... Моделируют, конечно, не частицу, моделируют частицы, с точки зрения квантовой механики, это некоторая функция, да? Моделируют взаимодействие частицы с веществом или кварка с другими кварками? Конечно, есть. Все считают, все безусловно. Иначе мы не могли никакие эксперименты ставить, потому что мы ловим там 10 событий. Как понять, сколько мы должны были поймать? А вы как-то это в голове физики, не вы конкретно, визуализируете вот эти вот там нейтринные там... В смысле, что на нем глазки нарисованы? Твердый шарик. Нет. Есть какая-то форма потенциала. Нет, это неправильно. Это просто с точки зрения, опять же, с точки зрения квантовой механики, это катастрофически неправильное представление. Потому что даже если возьмете электрон в атоме, это не шарик. Очень пусто. Формы в нашем привычном понимании. У него есть некоторое распределение плотности и вероятности, которое совершенно не обязательно круглое. Оно какое-то хитрое. Оно более того, зависит от того, в каком процессе вы его... В зависимости от того, в каком процессе вы измеряете, размер электрона у вас будет разный. Поэтому это не шарик, который там... Жесткий шарик, который с чем-то сталкивается. Это некоторая сущность, которую вот на бытовом мере, на бытовом уровне... Это понятно. Когда человек о чем-то думает, он в голове часто это как-то преломляет. Он делает только модель как бы того, что... Ну, обычно вот такого типа визуализации на детских кубиках в данном случае она вредна, а не полезна. То есть, конечно, какое-то представление есть, но оно обычно уже не в виде шариков, а в виде каких-то математических сущностей. А может ли гравитон описывать массу нейтрино? Нет, гравитон не описывает ничью массу. Гравитон это калибровочный базон, который обеспечивает гравитационное взаимодействие. Ничью массу не описывает. Он описывает, как эти массы между собой взаимодействуют. Что касается темы телескопов на нейтрино, и вообще насколько это перспективное направление, насколько это может дать четкую какую-то картину? Ну, в зависит от того, чего вы хотите увидеть. Если говорить о, например, структуре Солнца, то нейтрино это практически единственный источник информации, потому что никакие другие частицы изнутри Солнца не доходят. Сейчас вот возникло буквально недавно новое направление, достаточно интересное, это изучение, как устроена Земля. Солнце мы знаем, как устроена Земля, нет, на самом деле. Да, вот. Поэтому есть, вот, например, сейчас активизировался поиск геонейтрино. То есть, если у вас внутри Земли находится радиоактивный, или есть ядерный реактор, как-то там тихо-горящий, или есть просто набор радиоактивных элементов, которые распадаются. При распадах возникает, то есть гамма-излучение не доходит, а вот нейтрино доходит. И, в принципе, исследованием вот таких вещей можно попытаться понять, что оно внутри. Более того, сейчас уже, по крайней мере, насколько мне известно, существующие модели Земли, например, они входят в конфликт с многими измеряемыми величинами, так что вполне может быть, что в ближайшем будущем будет достаточно громкое открытие о том, что Земля, на самом деле, совсем не так устроена. Деление тяжелых вот этих вот нейтрино, ну, темного вещества, невозможно представить, что с помощью нейтрино, потому что они их не раздают сами. Не, очень сложно. Скажем так, можно было бы, но их слишком мало. То есть мы их регистрируем недостаточно много, чтобы построить обсерваторию, да, чтобы смотреть. Вообще, конечно, смотрят. Смотрят нейтрино от сверхновых. Ну, правда, в основном смотрят не для того, чтобы изучать сверхновые, а для того, чтобы изучать нейтрино. Смотрят от каких-то удаленных, там, активных галактик и так далее. И все-таки пока их слишком мало, этих нейтрино, чтобы можно было говорить какие-то выводы, которые делаются астрономически, но тем не менее, да, это направление развивается. Как отсеять нейтрино, который тут от взрывов сверхновых, от всего остального шума, который летает с солнечной атмосферой? То есть у вас известно, сколько у вас, какая энергия у вас солнечная, нейтрино, известно, какая энергия у вас атмосферная. А если у вас что-то сильно больше, причем, если говорить о взрывах сверхновых, у вас есть гамма-вспышка. Вы смотрите, что у вас полыхнуло, и параллельно вы смотрите, что у вас не в нейтрино, в нейтрино тоже что-то коллег. Да, практическое применение. Вот я знаю только одно практическое применение, которое уже сейчас используется. Нейтрино используется для мониторинга атомных реакторов. Атомных реакторов. Вот у вас горит атомный реактор. Атомный реактор такая мерзкая штука, это как кастрюля, как скороварка. Там с одной стороны все варится, рецепт известен, все нормально, но что внутри происходит неизвестно, потому что открыть нельзя. Как бабахнет оно там или не бабахнет, вообще что там происходит, может посадить надо. А вот атомный реактор такая же штука. Ее открыть нельзя, ничего делать нельзя. Можно судить только по каким-то средним показателям, типа температуры наружной части. Вот нейтрино начали сейчас использовать, кстати говоря, в нашем смысле того, что наша страна разработка, для именно мониторинга, а что там происходит в атомном реакторе. И я думаю, что в ближайшее время это будет уже как-то на поток поставлено производство этих вещей. А то, что вы говорили про анизотерапию, момент, а нельзя как-нибудь компас какой-нибудь придумать? Ну, можно. Много чего можно. Придумывают, пытаются изобрести, но пока не изобрели. Если бы было просто, давно бы сделали. Конечно, там много способов. Но, я говорю, основная проблема заключается в том, что обычно вы не можете поймать нейтрино. Вы работаете по косвенности. Реактор на вот этот поток нейтрино нужно построить, когда он на полотно. То есть на технологии они постепенно становятся компонентнее? Не совсем. Просто от реактора очень большой поток. Вот для реакторов используют кубик, такой куб, метр на метр на метр. Такой прибор, и он насчитывает, типа, 5000 событий за день, но пока он рядом с реактором. Прямо там, в 10 метрах от реактора стоит. И можно пользоваться. Там достаточно приличная статистика получается. Можно делать какие-то выводы. А про стандартную модель вы не расскажете? Ну, это слишком долго, наверное. Надо отдельную лекцию. Но на пальцах это просто описание тех частиц. А с каких пор вот такая таблица? Это же я чуть не видел раньше. Ну, несколько десятков лет, наверное. Именно вот такая концентрическая? Нет, это просто я взял картинку, которая мне понравилась в интернете. Этих картинок огромное количество. Обычно видят таблицы? Не знаю, мне понравилась такая красивая, она симпатичная. То есть, модель просто говорит, электронные меоны были известны давно, нейтрином я уже рассказал, как были открыты. Тауэлектрон был найден тоже, я, честно, не помню в каком году. Кварки открывали постепенно по мере увеличения энергии на ускорителях. Калибровочные бозоны были предсказаны сначала теоретически, потом были найдены. Ну, фотоны это понятная вещь, W и Z были найдены еще на предшественнике LHC, это на ЛЭП, на ЛЭПе. Значит, глюон, никто его не видел, но, в общем, модельно он достаточно хорошо описывает. Но вот, кстати говоря, в этом секторе еще есть исследования, этот квартглюонная плазма, ее сейчас активно исследуют в тех столкновениях тяжелых ядер. А бозон Хиггса придумали теоретики, потому что у них уравнения не сходились. И как они не пытались, они не сходились. Поэтому они сказали, а, мы запихаем тут дополнительное поле, и тогда у нас все сойдется. Запихали, ну и так у них все хорошо, что случилось, что они решили, что это правильно, и начали искать подтверждение. Ну, нашли. Я удивился. Этому всему, конечно, положил начало нейтрино, потому что до предположения Паули никто бы не рискнул предполагать существование частицы, которая ничем не подтверждается. Как вот бозон Хиггса, например, который, вообще говоря, ниоткуда и кроме какой-то математической проблемы не следует. Кто предложил стерильные нейтрино? Стерильные нейтрино, честно говоря, не знаю, кто их предложил в первый раз. Ну, как постепенно разговоры начались. То есть постепенно начали рассуждать, когда встал вопрос о спиральности. То есть как только стало понятно, что масса есть, и что спиральность меняется, стал вопрос, куда девается нейтрино, когда у него меняется спиральность. Сразу же логичный вопрос, что оно превращается в что-то, чего мы не видим. Отсюда взялись стерильный нейтрино. Но стерильный нейтрино далеко не самая экзотическая гипотеза, которая есть. Есть всякие зеркальные фотоны, зеркальные вселенные. То, что доказательство этой теории? То, что она меняется в спиральности, да, там? Вот, вот. То есть несколько вещей, несколько факторов, которые вместе указывают на то, что было бы хорошо, чтобы здесь оно было. Мы не можем сказать, что оно есть. Никаких прямых доказательств нет. Ну, вот если оно было, было бы интересно. Если его нет, тоже интересно, потому что надо искать другие объяснения этих проблем. Темная материя, она ни с чем, по сути, не взаимодействует. Что заставило ее образовывать вообще? Какие-то структуры? Собираться вокруг галактики заставило? В радиоактивности она участвует. Но она двигалась со скоростью очень близки. Нет, нет. Темная материя, опять, тут темная материя, это не единая некоторая. Есть, называемая, горячая темная материя, которая там взаимодействует. Есть холодная темная материя. Горячая. А? Нейтрино это горячая. Нейтрино зависит от типа нейтрино. Вообще говоря, да. Вот те, о которых мы говорим, это горячие, да. Есть разные гипотезы. То есть, есть некоторые астономические наблюдения, которые указывают, что нестыковочка. А дальше можно фантазировать. Есть еще темная энергия. Это отдельная проблема, которая на самом деле не связана с темной материей. Но это вообще, друг друг, отдельная тема, которая... Нейтрино тут не спасут. Уже много раз, что фотон не обладает массой. Предполагаю, что нейтрино не обладает массой. Но известно, что фотон взаимодействует с гравитационным. Эксперименты это доказали. И, соответственно, просто-напросто, поскольку фотоны можно наблюдать, это, разумеется, хорошо были поставлены эксперименты. То есть нейтрино это сложнее, видимо. Не надо путать. Массой в современной физике называется то, что... 50 лет назад называлась массой покоя. Да, массой покоя. У фотона масса... У него нет покоя. У него есть энергия, за счет этого он гравитационное взаимодействие учитывает. Участвует. Для нейтрино пытаются найти гравитационное линзирование, но это очень непросто. Это непросто. Для фотонов-то это не так просто. А для нейтрино это надо, чтобы сверхновая бабахнула где-то. И вот по искажениям можно было бы увидеть гравитационное линзирование. Пока пытаются, но... Программу используют там большие данные? Я сейчас не пишу. Или какие-то стандартные пакеты используете? Ну вот конкретно для Троицк... И в Excel же вы их анализируете? Да, и в Excel. Для Троицк НюМАС у нас своя система сбора данных и анализа данных. Я знаю, сам писал. Вообще, конечно, программное обеспечение для науки постоянно разрабатывается. Это немножко больная мозоль, потому что она во многом сильно устарела. Не потому что денег нет, а потому что физики очень консервативные. Они вот 20-30 лет назад написали себе программу, они в нее верят, и больше ни во что не верят. Но да, конечно, это постоянно, постоянно. Вот сейчас, кстати говоря, Яндекс подключился к ЦЕР, но они вместе разрабатывают программное обеспечение. Так что это тоже такой отросток из физики. Спасибо. Спасибо.